Всем привет, с вами Балканский Бомж, и сегодня мы просто с вами пройдемся по очкам Тихуаны. Чего я вообще вылез на улицу? Ну, надоело мне дома сидеть. Да, сидел я дома последние дня 4, наверное, практически никуда не выходил, кроме как в магазин за углом. Но, наверное, настало время вылезти все-таки на улицу и заодно показать вам какая же красота. Да, вот, кстати, заправка. Меня постоянно спрашивают цены на бензин. Давайте посмотрим. Цены, пожалуйста, 22 и 24 песо. Доллар 10, доллар 20. Переходим дорогу. В Тихуане, кстати, водители с пешеходом относятся довольно хорошо и охотно пропускают даже на таких довольно широких дорогах. А тут, в принципе, все дороги довольно широкие. Место не очень пешеходное, но пропускают хорошо, поэтому ходить, гулять одно удовольствие. С утра я вообще задумывался о том, чтобы, может быть, съездить на пляж. Ну, что-то разрушило мои мечты и желания. И что я никуда не ехал, да и что туда ехать. Я вам кучу раз уже показывал этот Тихуанский пляж. Но, возможно, на днях съезжу в Розарито на пляж. Не знаю. Все равно там купаться нельзя. Вода холодная и грязная. Пытаюсь научиться ходить так, чтобы не было вот этой вот тряски вверх-вниз при ходьбе. Но, к сожалению, мне еще учиться и учиться. Пока что тряски, наверное, очень много. Напишите об этом в комментах. Так, пахнет чем-то вкусным. Скорее всего, таксами, которые езжают за углом. Не знаю. Сейчас дойдем. Посмотрим. Через дорогу там стоит какая-то палатка. Что-то продает. Вот ей, наверное, и пахнет. Смотрите, какой грузовик. А вот это вот, кстати, это не такси. Это маршрутка. То есть автобус. Да. Возможно, я в каком-то видео вам это уже показывал. Не знаю. Мне кажется, нет. Пойдем гулять в сторону центра. Посмотрим на это чудеснейшее просто милейшее дерево. Вы можете видеть мою тень, идущую вперед меня. Вот камеру не видно. Не той стороной тень к солнышку повернута. Вот снова, кстати, посмотрите. Над забором. Видите, что? Да. Под напряжением. Сначала забор, на нем острые, чтобы какие-то пики. И сверху вот такое вот под напряжением. А вот здесь даже колючка. А сверху все равно под напряжением проволока натянута. Чтобы злые собаки и бомжи, наверное, ночью не залезли. Не знаю, зачем еще полока под напряжением нужна. Чудеснейшие парковочные места. Да. Тут, конечно же, чудесное торговое место. Какой хороший асфальт. Какая чистота. Какое китайское кафе. Вообще, с чистотой тут, конечно, несколько проблем. Ну, как с чистотой? Если быть точно, то проблемы с количеством мусора. В плане грязи не все так плохо. Самой этой грязи практически нет. Благо, сухо. Да и пыли, я бы сказал, не то, чтобы сильно много. Вот мусора, конечно, там. Пойдем в парк. Мой любимый зеленый парк. С парками, кстати, в Тихуане тоже проблема. Какая? Да то, что их довольно мало. Они не то, чтобы плохие. Сами все парки, в принципе, ничего. Очень даже симпатичные, красивые, тенистые. В этом парке постоянно что-то поют. Там Wi-Fi есть. Куча детей. Куча бездомных. Куча народу. Но им вот мало. Очень уж их мало. Все парки в городе, наверное, можно пересчитать по пальцам. Если не одной, то двух рук. А еще тот факт, что этот парк хорошо, он не закрывается. А другие, два более крупных, они еще и по понедельникам закрываются. А возможно, что и не только по понедельникам. Я не знаю. Это совсем уж грустно. Смотрите, как пальма вымахала. Бесконечная такая пальма. Поэтому из-за того, что парков мало, у них постоянно какое-то сумасшедшее количество людей. Заметьте, сейчас даже не выходной. Сейчас понедельник. И посмотрите. Просто куча народу на детской площадке. Здесь сегодня вроде ничего не поют. Но народу все равно множество. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы было больше парков. Знаете, у меня даже такое впечатление, что кладбищ, наверное, больше, чем парков. Ну, впрочем, неудивительно. Людей-то живет много все-таки. Вот эти вот зеленые заборы, мне кажется, они ужасные. Не совсем понятно, зачем они нужны. Ну, потому что как ограда, как защита от чего-то, он, наверное, не очень. Его легко перелезть. При этом выглядит он, ну, так себе. Дайте посмотрим, что здесь написано. О, это, наверное, мороженое с этими вкусами тут продают. Да. Вот фрукты резанные и напитки. А тень моя все удлиняется и удлиняется. То ли я расту, то ли солнышко заходит. Пока сам не определился. Смотрите. Смотрите, какой плакатик. Да. Серпаста-молоткастый со звездой. Плакатик. Написано, что коронавирус не существует. Доставайте. Что вакцины, они вас убивают. Ну, и, собственно, в принципе, то же самое, во что верят очень многие на родине. Смотрите, какой чудесный тихий дворик. Красота ли. Чего люди ругают Тихуану? Смотрите, стоматология в избушке. Вот. А может быть, вам надо купить костюмчик? Можно купить целый костюмчик. 790 песо или 40 долларов. Или вот синенькие есть. 595 песо. Это 30 долларов. А у нас что-то там какая-то куча лежит. Кажется, какие-то фрукты выкинули. Ага. Это, кажется, апельсиновые ошкурки. Наверное, кто-то сжал сок. Я не совсем понимаю, зачем делать спуск с тротуара таким покатым. Ну, якобы для инвалидов, мам с колясками и велосипедистов. Если тут все равно вот так не пройдешь, ноги не сломав. Поэтому я немножечко страдаю. Тяжело по тротуарам бывает ходить. Он что-то продается по 10 песо. Или же полдоллара. Давайте глянем, какой там курс сегодня. А курс 19.70 19.99 Ну, не 20. Хотелось бы все-таки 20 с небольшим, но тоже ничего. Кстати, вот на самом деле, автобусы, которые как вот тот, и как вон там маршрутка, они очень сильно отличаются. Вот те вот, которые как Ford Transit, они автобусы. В них платишь за проезд при входе, и там тебе дают билетик. И они, как правило, чуточку дешевле. А в маршрутках, там платишь за проезд обычно при выходе. И билетик на память тебе не дают. Такая вот огромная разница. Смотрите, продаются очки. То, что я так люблю. Очки, очки, очки. А где ценники? А, вон, ценники есть, да. 1300, 500, 1500. А вот подешевле, 850. 900. Ну, знаете, не подолгу у очки, и даже не по десятке. Прошел мимо палатки с такосами. Как же от них приятно пахнет. Ну, от них всегда, конечно, приятно пахнет. Парковка. Дешевая. А, нет, не дешевая. 1 час 35 пес. 35 пес это 1 доллар 75 центов. Дороговато. Ну, кто-то руками копает. Делает ремонт, наверное. Пахнет там, конечно, не очень. Там, где руками копает. Хипстеры. Мексиканские. Сияющая маршруточка. Нам в нее не надо. Вот точно такая же, но менее сияющая. Различных маршрутов. Маршруты, кстати, здесь не номерами обозначаются. Речь именно про Тихуану. А разными цветами. Угу. И на конечных остановках бывает даже прямо написано, какого цвета, какой цветовой гаммы маршруточка должна сюда приехать. По этой улице прошли. Тут как-то немножко более депрессивно. Не знаю. Наверное, потому что народу меньше или открытых магазинов. Но, как вы видите, несмотря на то, что время уже в такой час пик. Шесть с чем-то. Машин, в принципе, на улицах не очень много. Ну, это от района зависит. От здесь не очень много. А если углубиться немножко в город, углубиться от стены, да, то там, конечно, будет много людей. Много людей. Много машин, конечно же. А немного людей. Но людей тоже много. Но, в целом, конечно, город здесь очень, скажем так, рыхлый. Для того, чтобы гулять, только вот центральная часть подходит. Все остальное, оно такое. Негуляльное совершенно. Только доехать, куда тебе надо, и вернуться. Поэтому, собственно, подавляющее, наверное, большинство населения пользуются автомобилями. Ну, а те, кто не пользуются, вынуждены пользоваться маршруточками. Ну, вот снова апельсины давленные. Кто-то много сока наделал, наверное. Вы тоже посмотрите, забор. Причем такой довольно симпатичный забор. А сверху, видите, какие колючие металлические такие вот штуки. Я где-то даже в магазине видел, они продавались. Все такое, знаете, заброшенное. Вообще меня очень удивляет. Несмотря на то, что здесь недвижимость, ну, довольно-таки дорогая, а по мексиканским меркам прям вообще дорогая, здесь очень много мест, которые, ну, скажем так, простаивают. Ну, то есть, время сейчас нет и семи. Вот вы посмотрите. Да, тут есть магазины. И посмотрите, сколько из них закрыто, магазинов и организаций. Единственное, вот этот вот, вот этот вот муниципальный центр открыт, а так, вон там закрыто что-то, там закрыто. Потом. Вот это прям совсем закрыто. Это, не знаю, совсем или временно закрыто. Закрыто, 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 закрыто. То есть, как минимум половина организаций, магазинов, предприятий всегда либо закрыто, либо вообще не работают. Да, порой какие-то из них открываются, но одни открылись, другие закрылись. Нет, вы посмотрите, я ошибся. Вот там вон дантист открыт, и вон там дантист открыт. Вот. Не все закрыто все-таки. А вот здесь вы можете увидеть надпись «Хай Тихуана», около которой я часто начинаю свои новостные выпуски снимать. Вот, собственно, мимо нее сейчас и иду. Но слишком близко, чтобы вам ее было прочитать удобно. Что у нас тут? Аптека. Дантист детский. Педиатрия. Дантист. Доктор. Дантист. И в лаборатории. Вот. Ну, что еще надо? Только лечиться. И делать зубы. Остальное нам не надо. А вот пицца. Пицца и лав. Что ж, ну вот такая была сегодня небольшая прогулочка по Тихуане от заскучавшего от сидения дома меня. Спасибо за внимание. Я благодарю за то, что вы смотрели этот ролик до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте ваши комментарии. Завтра у нас будет что-нибудь поинтереснее. Ну, а послезавтра у нас среда. Ответы на вопросы. В четверг у нас новости. В пятницу у нас посылки. Мое расписание вы знаете. Всем пока.